Ну, здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы опять хотим рассказать вам последние новости Голливуда. Вот, новостей у нас не то чтобы много, но они такие интересные. И чем же они так уж и интересные? А они такие, знаешь, скандальные такие, в общем, ну, короче говоря, такие, значит, вкусные новости. Мордовойные. Ну, всяко-родно бывает в жизни. Значит, первые две новости у нас, так сказать, дипломатически скандальные, потому что, значит, Шер заявила, что ее приглашали на открытие Олимпиады в Сочи. Но она туда не поедет. Ой, с чего так? Ну, понимаешь, в чем дело? Значит, ее пригласил какой-то там российский олигарх, его имя не упоминается. А вот, а она сказала, что не поедет она туда, потому что ей не нравятся последние вот законодательные веяния вообще в России. Что вы говорите? А, ну да, у нее, она же это против голубых и розовых. А вот, у нее-то, сама понимаешь, ситуация семейная какая, у нее дочка, в общем, пол поменяла, да? Ой, Господи, жуть. Вот. Ну, жуть, жутью, ну а что делать? И Шер сказала, что... Теперь у нее вместо дочки есть сын. Да, я, говорит, не понимаю этого ничего. Я сама, говорит, мужиков люблю. Но если она так решила, ну что делать? Я ее буду поддерживать все время, чего бы она там ни натворила. Ну да, это ее дочь, то есть ее сын, куда ей теперь деваться? Не, ну понимаешь, она молодец, потому что действительно, ну ребенок у тебя все равно один. Какая тебе разница, как он приоритет? Ну да, абсолютно. Своя кровиночка, в общем, выношенная. Любимое дитё называется. Да, поэтому Шер сказала, что не поеду я никуда. Ну вот, и что ты думаешь? Если ты думаешь, что российские вообще власти промолчали, то ты горько ошибаешься. Хочу бы я сомневалась. Они сказали, а кто тебя туда звал? Вообще тебя никто не звал, иди от тебя до леса. А ты кто такая вообще? Шер, такая-такая Шер. Не знаю мы такую. Они резко перестали ее знать, ну бывает. Ой, да-да-да, не узнают, в упор видят, говорят, не знаем, кто такая вообще, не понимаем. Ну вот. А самое смешное, значит, второй тут скандальчик, прелестный совершенно. Ну как, пока что не скандальчик, но, видимо, будет уже на международном уровне. Значит, Селена Гоми, сама понимаешь, это вот сладкая девочка, любимица миллионов. Ну да, вся вся такая нежная, маленькая и сладенькая. Ну поет она, кстати, неплохо, в общем, нормально. Мне не нравится. Короче говоря, дело-то не в голосе, а дело в том, что она отменила концерты в Питере и в Москве. Что так? Ей нужно было, а точнее ее юристам нужно было оформлять, хорошо сидишь, да? Да. Вот, рабочую визу в Россию, чтобы сделать два консерта. Ах! Ее об этом предупредили довольно поздно, и она сказала... И я что, на уровне гастарбайтеров, что ли? Естественно! Естественно! Нормально! Вот в Москве и Леди Гага были гастарбайтерами, они приехали по туристической визе и дали концерты в Москве и Питере нелегально! Да ты шо? Нет! Вот в таком вот больших залах, при скоплении дофигища народу, и это все нелегально? Абсолютно! Шикарно! Люблю! Дело в том, что если ты хочешь оформить визу в Россию, какую хочешь, то ты, конечно, наплачешься. Потому что я вот, например, сама помню, как я заполняла анкету, уже будучи здесь, вот, за границей, да? И писала такие вещи. Есть ли у меня родственники на оккупированных территориях? Нет! На оккупированных территориях, чтоб ты знала. А шо это такое? Партилия, что ли, в нашей? Ну, это то, что было занято немцами во время Второй мировой войны. А, это сейчас им очень интересно. В теперешних анкетах эта штука есть. Вот. Нормально все. Что-то поэтому Мадонна и Леди Гага еще легко отделались. Но Второй раз, я думаю, они не приедут. Я думаю, да. И Селена сказала, что в Гривона видала. И желательно, говорит, не в моем. Да. Вот. Ну, потом, значит, у нас пошли новости более веселые. Ну-ка, ну-ка. Значит, Линдси Лохан. Да. Нашла себе жениха, наконец. Жених у нее такой брутальный. Его зовут Мэтт Нордгрен. Видимо, не то швед, не то норвежец по происхождению. А по профессии он у нас футболист. А, пять? Он в американский футбол играет. А, я думала, что ей лавры этой знаменитой шакиры покоя не дают. Нет. У Линдси все гораздо брутально. Потому что сама понимаешь, игроки в американский футбол, вот люди, мягко говоря, решительные и очень жесткие. Как ударит, так мало не покажется. Ну да. Я так понимаю, что он сейчас ей покажет, как вообще пить, курить и садиться за руль вот такому непотребному. Слушай, ну, наконец, хоть кто-то ей что-то покажет. Мы надеемся на это очень. Потому что ее собственная мать, она, конечно, не те примеры девочки показывала. Вот ее недавно за вождение в нетрезвом виде арестовали. Нормальная мама. Маме 50 лет. Все? Да, мама молодуха еще. Она, короче, развлекает. Вторая молодость у нее вовсю. Ну да. Так вот, оказывается, значит, некоторые издания тут написали, что мама дочку-то и приучила к таким экзотическим делам. Нормально, вполне может быть. Да-да-да-да-да. Потому тут яблоня от яблоньки недалеко падает, понимаешь? Короче говоря, бедная Линсия имела примеры в своей жизни. И имела, и имеет. И имеет. Ну, я так думаю, что, понимаешь, с этим делом пора завязывать. Уже работы не будет, обанкротится же нафиг. Да, в помощь, плак в руки. Жалко тебе, что ли? Ну, не, ну как? Вот я, например, знаешь, когда я очень переживала вот по поводу Майкла Джексону. Дурная порода должна вымирать. Не, ну вот Майкла Джексону. Мне было его жаль, потому что, ну что это такое? А ты знаешь, кстати, да? Что он задолго до смерти уже практически был полным банкротом. То есть финансовая фиаско была в полный рост. А что так? А дело в том, что у него же, в общем, свидетельствует с этими скандалами, да, у него стало меньше записей. А адвокаты стали быть больше. Да, и меньше у него стало концерта. И, короче говоря, он взял кредиты. И по кредитам он каждый год должен был платить. Сначала 30 миллионов долларов, а потом эти проценты стали расти. И где-то перед смертью он уже около 500 тысяч был был, блин. Чего он? Миллионов? 500 миллионов долларов, сорри. Нихрена себе. Да, 500 миллионов. Поэтому он свое поместье продавать затеял и все такое. Потому и резко умер. Никто не знает, так и он умер или так и нет. А, ну да, есть такая теория, что... Слинял мужик. Сбежал он таким образом. Ну, кто его знает. Знаешь, если он не умер, то я была бы просто очень рада. Потому что мне он очень нравился, в смысле, вот как певец. А, понятно. А, я думала, как мужчина стала уже, это, сомневаться. Предупреждай, слушай. Если я предупрежу, сюрпризы не будет. Сюрприз. И кто? Ладно. Вот тут еще один такой же красавец из этой же серии. Закэфрон. О, и что натворил? Ну, в клинику его поместили наркологическую. Господи. Еще не успел хотя бы чуть-чуть прославиться, а он уже весь все наркоман. Ну, да. Короче, проблемы с алкоголем, проблемы с экстази, проблемы с кокаином. По большей мере, конечно, по большей части с кокаином. Потому что у парня, короче, крыша есть. Вот. Вот, знаешь, что я не понимаю? Вот чего им не хватает, да? Вот все у меня есть. Мозгов. Мозгов, да. Вот, наверное. То есть, Бог дает талант не тому, кому дает мозги. Абсолютно верно. Одновременно это все не уживает. Не получается, организм не выдерживает. Наверное. Знаешь, как говорится, кому дал бог штаты, тому не дал задницы. Точно. Так вот, Зак, он тут в последнее время еще отличился-то чего? Он с друзьями поехал в Лас-Вегас, и там они поселились в маленьком отельчике. Этот отельчик практически полностью разгромили. Их, хороший малочек. Вот, ущерб оценится в 50 миллионов долларов. Ну, он, видимо, решил, что, а, фига ли, еще заработал. Так дешевле было купить? Так вот именно. И главное-то что? Может, конечно, я и думал, что он заработает, но при таких делах скоро работы не будет. Точно. И будет он, извини меня, это вспоминать. Ну, и хрен. Зачем же я это делала, да? Ну, и навалом таких актеров, которые после первого уже этого в дерьмо превратились. Слушай, что-то я тут это углядела, что наша Дженнифер Анистон наконец-то беременна. Ну, понимаешь, очень интересная новость. Перис Хилтон, ну, ты ее знаешь, да? Молодой, да. Она все знает и везде бывает. Ну, да. Она, в общем, написала об этом в своем блоге. Вау. Что она, что Дженнифер беременна от своего жениха, Джастина Терру. Вот. Но представители Дженнифер тут же выступили с Калининой. Никакой бароменности нет. Просто Дженнифер набрала парочку килограммов. Вот ты веришь в это дело? Неа. И я неа. Потому что Дженнифер, которая одержима фигурой, одержима диетами. Она, чтобы два кило просто так, без приглашения на роль толстухи? Ха-ха-ха. Да. А никаких таких новостей по приглашению на роль толстухи что-то нету. Ну, ей надо же, наконец, утереть нос бывшему мужу и сказать, что она тоже детей родить может. Ну, да. Поскольку расстались они, в общем-то, во многом из-за этого. А они не во многом. Они сто процентов из-за этого расстались. Потому что Дженнифер никак не могла родить. И это, как ее тоже, как вторая питовская дама. Он блондинка из... А? А. А. Угу. То же самое, кстати. У нее, по-моему, до сих пор детей нет. Ну, может, дело, в общем, не совсем в них, а в нем, но... Интересно, как он наплодил столько детей совместно с этой? Ну, там еще нафиг приемных дофигища. Ну, приемных приемных, своих-то трое. Ну, своих. Своих трое, да. Значит, может... Значит, не та женщина, не тот мужик. Вот. Вот. Все. Вот на этой оптимистической ноте мы закончим трын... Существо патологической. Трындеть. Вот. Все. До свидания. Ага. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте. Да, вот там кнопочка есть. Подписаться! Так что быстро-быстро сперед подписываться. До свидания. Чао!